Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. Сегодня у нас в гостях представители волонтерской организации «Лучшие друзья». Вот эти вот две прекрасные девушки Жаворонкина Вероника и Алексеева Екатерина. Спровождает, я смотрю, вас молодой человек, зовут его Шумахер. Девочки, расскажите, пожалуйста, о лучших друзьях поподробнее, чем вы, собственно, занимаетесь и как себя позиционируете. Мы занимаемся помощью бездомным животным по мере своих возможностей. Мы помогаем тем, кто в основном помогаем тем, кто попал в какую-то сложную ситуацию, которые уже не могут самостоятельно выжить на улице, потому как всех, конечно, мы с улицы забрать не можем, но чем можем, мы им помогаем. Как вы узнаете о том, что там кому-то плохо на улице? У нас есть горячие телефоны отдельно по кошкам, отдельно по собакам. К нам обращаются люди, которые обнаружили какое-то там бездомное животное, сбитое, покалеченное. Мы, если можем чем-то помочь, мы, естественно, забираем животное, отвозим его в клинику на осмотр обязательно, ищем ему передержку или помещаем к себе на основную нашу передержку, где мы содержим животное. Вот лично я узнала о лучших друзьях из социальной сети. Ваша группа пользуется популярностью. Вот насколько она полезна? На самом деле группа очень полезна, так как в ней сейчас уже более 10 тысяч человек неравнодушных к судьбе бездомных животных. Очень часто как раз вот такие обычные люди нам помогают и с перевозкой животных, и с финансированием операций, и с передержками также помогают люди, просто берут к себе там на время, на время лечения и до пристройства животных. Вот, ну, как бы все это благодаря данной группе. Ну, существует у нас сейчас не только вот у группы, да, сейчас стали появляться баннеры, которые находятся на остановках. То есть там фотографии животных, отдельные истории о животных идут, и наш, соответственно, телефон. И если кто-то хочет приобрести животное какое-то, понравилось, да, там история какая-то печальная, они звонят и хотят приобрести это животное. Либо звонят и говорят о том, что, да, какие-то животные попали в беду. Там тоже есть наши номера. Благотворительность подразумевает под собой сбор средств. Вот сталкиваетесь ли вы, и часто ли, с мошенниками, и что вы можете сказать об этих людях? Да, мы очень часто сталкиваемся с мошенниками. Как раз вот недавно был случай, когда мне на горячие обратилась женщина, сказала, что в районе Дом художника, в районе площади Ленина, молодые люди собирают средства как раз вот конкретно на нашу организацию. То есть они так и говорили, что на помощь бездомным животным лучшие друзья, что у нас голодают собачки, собачки у нас не голодают, как бы мы голодом их не морим. Вот, и они раздавали шариковые ручки, взамен там просили, ну, 30-50 рублей как раз на помощь бездомным животным. Это все мошенники, так как частные лица от нас сбором средств не занимаются. Если вы, допустим, увидели нашу копилку или еще что-то, у нас обязательно есть все документы необходимые на сбор средств. Вот, а таким людям, конечно, доверять не стоит. Как вот все-таки можно помочь бездомным животным? Как вот я увидела на сайте информацию, да, куда мне прийти, что мне сделать, может быть, номера счетов в банках, может быть, какие-то баночки? Да, у нас есть и расчетный счет, на который можно перечислять денежные средства. Копилки также расставлены по городу, в основном в зоомагазинах, ну, с нашим логотипом «Лучшие друзья». Также можно непосредственно к нам прийти на передержку. У нас также там есть копилка для сбора средств. Ну, и так можно помогать и вещами, и кормом, ну, чем можете. Лекарствами? Лекарствами, да, конечно. Я еще хочу добавить то, что если люди, да, там видят копилку и сомневаются, что это от нашей организации, можно просто позвонить и спросить, вот там в таком-то магазине, да, я видела копилку. Можно позвонить и спросить, это от вас или не от нас? И, как бы, если его узнать, что это от нас, можно спокойно просто наложать деньги, да, помогать. С какими проблемами чаще всего сталкивается ваша организация? Да, можно же ее называть организацией все-таки? И существует ли какая-то поддержка властей? Да, поддержка властей существует. В принципе, все, что вот, вся эта поддержка идет как раз на ремонт вольеров, на корм для животных, на оплату счетов в клиниках. Также нам помогают, очень хорошо помогают люди и материально, как бы, и помогают с перевозкой животных в клинику. Как раз у нас это очень серьезная проблема с перевозкой, потому как, ну, редко кто соглашается везти больное, тем более животное. Вот. Еще хотела бы сказать о том, что многие люди, как бы, ну, чаще всего даже люди, которые обращаются на горячие, они, как бы, ну, не помочь даже хотят, а хотят нам, наоборот, пристроить свои домашние животные. Вот. Ну, как бы, мы домашними животными вообще стараемся не заниматься, потому что у них есть хозяева, вот, которые и должны, собственно, ими заниматься. Нам, мы занимаемся исключительно бездомными. То есть, грубо говоря, так дела не делаются, да, нечего? Ну, да, потому что люди, они, когда заводят животные, чаще, ну, многие не осознают всю ответственность, они считают, что надоело, можно куда-то определить. Вот. Обращаются к нам. Как правило, считают, что мы государственная, да, организация, и мы обязаны принимать их животные. Когда мы объясняем, да, что мы волонтерская организация, что мы берем только бездомных животных, причем попавших в беду, да, когда нужна наша помощь именно им, начинаются нелестные слова в нашу сторону, и что мы всегда обязаны принимать даже их домашних животных. Это самая большая вот проблема – недопонимание людей, что они не понимают, что за организация. Ну, да, не все люди понимают вообще, в чем заключается наша деятельность. Вот. Ну, хотелось бы сказать, что мы в ответе за тех, кого приручили, и как бы, если уже завели себе животное, то справляйтесь с ним как-то сами. Я, конечно, понимаю, что за всю практику вашей деятельности вы повидали много животных. Вот. Кто же все-таки вам больше всего запомнился? У нас было очень много тяжелых случаев. Вот. Один из таких случаев, когда обратились ночью по поводу сбитой собаки в листвянке. Вот. Благодаря нашему волонтеру, который нам помогает транспортом, мы привезли его в Рязань, осмотрели в клинике, собаку буквально собрали по кусочку. Он уже, пес уже был пожилой, его уже даже как бы не надеялись, что он будет ходить, там, ну, как бы, считали, что все равно как бы собака обречена. Мы его вытащили, и вот сейчас он у нас прекрасно живет. Он, конечно, пожилой, да, но он бегает, прыгает, и как бы все с ним хорошо. Вот. У нас много таких случаев, которые вот очень тяжелые, и как бы уже не надеешься, что все наладится с животным, но все равно. Да. Благодаря нашему усилию, стараниям, и всегда надеешься, и не, как бы, руки не опускаешь, и хочется, чтобы все-таки животное, да, было здорово, выздоровело. Мы вот стараемся, большинство выживает. У нас человек ест микрофон. Кстати, у Шумахера сегодня есть реальная возможность найти себе хозяина. Познакомьте нас с ним поближе. Да, Шумахер также ищет себе самого доброго и любящего хозяина. Его нашли, совсем крошкой нашли во дворе, ну, где, скорее всего, кто-то туда подкинул, потому что котенок сидел растерянный, потерянный, не знал, куда себя деть, бегал под машинами. Вот. Сейчас он находится у меня дома на передержке. Это мальчик. Ему два с половиной месяца примерно. Вот. Достаточно игривый. Да, очень игривый. Он опять есть микрофон. И опять есть микрофон, да. Он хочет сказать. Он хочет что-то сказать, он хочет позвать себе своего хозяина. Красивый, потрясающий мальчик. Спасибо вам, девочки, большое, что пришли к нам сегодня. У нас в студии были представители волонтерской организации «Лучшие друзья». А вы, дорогие телезрители, не обижайте тех, кто меньше и слабее в вас. Всего вам хорошего. Увидимся с вами через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!